Как правило, четыре раза в год проводится заседание консультативного научного совета фонда Сколково. В научном совете работают пять секций в соответствии с приоритетными направлениями развития инновационного проекта Сколково. Информационные, биомедицинские, энергоэффективные, космические и ядерные технологии. 4 апреля в КФУ прошло очередное заседание научного совета фонда Сколково. На встрече ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров рассказал о структуре университета в целом. Подробнее описал работу естественно-научных направлений университета, показал гостям расположение Казанского университета в рейтингах как российских, так и мировых. По танцу, по глобальным рейтингам мы занимаем позиции 31-30, остальные 10-30. Хорошо или это плохо, мы прочитали сколько примерно университетов в мире, мы входим в топ 1% всех университетов в мире. Научный совет фонда Сколково – это 27 ученых мирового уровня, трое из которых – нобелевские лауреаты. Гости с большим интересом посетили музей КФУ. Видно, что Казанский университет за последние несколько лет кардинально вообще изменился. Я думаю, просто его развитие очень большое. И очень важно, что у вас в университете развивается на базе институтов в федеральном университете, развиваются междисциплинарные исследования. И мне особенно понравилось, как вы развиваете биологические и медицинские исследования, сопрягая их вместе с исследованиями на физическом и химическом, ну я говорю по старому факультетах, институтах. Приоритетные направления развития инновационного проекта Сколково очень интересны для ученых КФУ. В частности, биомедицина. Не секрет, что биомедицина и фармацевтика стоят на первом месте приоритетных направлений развития КФУ. Адилья Валеева, Руслан Урозаев, Универньюс. Продолжение следует...